Ежегодное августовское совещание работников образования с участием главы республики прошло сегодня в Доме Дружбы. Педагоги и другие работники системы образования обсуждали итоги прошедшего и ставили задачи на новый учебный год. Подробнее о встрече расскажет Абдулла Алиев. Перед началом совещания глава региона обошел шесть палаток, представляющих вузы Дагестана с информацией о взаимодействии системы общего образования республики. В фойе Дома Дружбы также была размещена выставка достижений Республики Дагестан в области образования. Особое внимание главы региона привлекла выставка робототехники бизнес-инкубатора «Пери-инновации». Чеое обращение? Моя. Как зовут? Хорошо. А для чего ты ее создал? Ну, вот на данный момент я создал ее для нашего робосумо. Чего? Робосумо. Ну, робобои. Робосумо – это есть такая категория соревнований, которая проводится на всероссийском уровне. После обхода выставки достижения образования в зале Дома Дружбы состоялось открытие августовского совещания. Со вступительным словом с президиума ко всем собравшимся обратился Рамазан Абдуатипов. Он отметил, что несмотря на непростую ситуацию в сфере образования, за последние три года удалось вывести республику из глубокого кризиса. Мы получаем благодарность правительству Российской Федерации за чистое проведение единого государственного экзамена. И это достигнуто нашей совместной работой с Рособранадзором Сергеем Сергеевич Кравцовым, его команда, которая не стала проверять, которая не стала искать какие-то там грехи, которых масса была. А вместе с нами обеспечила чистоту проведения единого государственного экзамена. Руководитель региона озвучил проблему нехватки квалифицированных кадров в различных сферах деятельности. Здесь он отметил некачественную работу руководства Дагестанского педагогического университета. Глава республики настоятельно рекомендовал директорам и учителям Махачкалинских школ уделять большое внимание духовным ценностям. Человек обретает свою свободу и достоинство благодаря образованию и культуре. Если он не приобщен к образованию и культуре, он не формирует свое личностное и гражданское достоинство. Об итогах прошедшего года и о задачах на будущее рассказала директор Федерального центра тестирования Юлия Егорова. По ее словам, в Дагестане за 2017 год наблюдается заметное сокращение неатестованных выпускников. Но если с результатами единого госэкзамена дела обстоят неплохо, то о БГ и всероссийских проверочных работах для выпускников после 9 класса нельзя сказать того же. Там, по ее словам, в силу снисходительности и мягкости учителей по отношению к своим ученикам можно наблюдать немало нарушений. Безусловно, в каждом государстве развитие системы образования является одной из приоритетных задач. Особенно это ярко прослеживается в тенденциях последнего времени в Российской Федерации. А государственная итоговая аттестация – это тот инструмент, то мерило, которым можно замерить на выходе качества образования. Мероприятие завершилось вручением государственных наград Республики Дагестан особо отличившимся работникам образования.